В ближайшие семь лет Латвия будет вправе получить 10 миллиардов евро из специального фонда Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр Кришнис Каринч. Напомним, после пяти дней переговоров главы государства и правительства Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро. Средства должны быть привлечены Европейской комиссии в виде кредитов, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года. В Латвии очное обучение для учеников первых шестых классов планируется обеспечивать и в обстоятельствах возможной новой волны COVID-19. Об этом сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска. Политик повторила, что министерство готовится к возобновлению очного обучения в латвийских учебных заведениях с 1 сентября. Но вариант «Б» предусматривает продолжение процесса дистанционного обучения с некоторыми изменениями. В настоящее время идет работа над созданием онлайновского инструмента, который станет единой платформой для всех. Шуплинска пояснила, что министерство образования не планирует создавать совершенно иное IT-решение, а хочет адаптировать лучшие из существующих. На должность руководителя социальной службы будет объявлен повторный конкурс. На данный момент председатель самоуправления Игорь Прилатов издал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется разработкой положения о конкурсе. Напомним, первый конкурс был начат еще весной этого года. На должность главы социальной службы претендовали четыре кандидата. В финал прошли трое. Но свой вердикт комиссия так и не вынесла. На одной из пресс-конференций тогда еще мэр Андрей Элкснич заявил о том, что ни одна из кандидатур не соответствует выдвинутым критериям. В итоге сегодня самоуправление объявляет новый конкурс. В ближайшее время будет проведен еще один конкурс и, скорее всего, он начнется в августе. Речь идет о должности руководителя предприятия «Лабиокарт» Шинаде. На предложенных условиях компании «Фортом» договор на поставку тепловой энергии «Дагопилсилтумтыкли» не подпишет. Причина – это невыгодно для горожан. Об этом во вторник на очередной пресс-конференции сообщил мэр «Дагопилса» Игорь Прилатов. Этот вопрос в самоуправлении был рассмотрен еще на прошлой неделе. От предприятия «Дагопилсилтумтыкли» была получена информация о предложении компании «Фортом», которая заявила о своей готовности поставлять городу тепло со скидкой 23,6%. Это больше, чем ранее. Однако, если еще совсем недавно оно было бы выгодно для нас, но сегодня, когда теплосити реализует собственные проекты, предложенная скидка не актуальна. Для нас предложение может стать интересным только в том случае, если скидка на тепловую энергию превысит 30%. Но пока таких предложений от компании «Фортом» не поступало. Напомним, в конце мая «Дагопилсилтумтыкли» на основании проведенной закупки приняло решение о том, что в услугах компании «Фортом Дагопилс» муниципальное предприятие не нуждается, поскольку их предложение не является выгодным для предприятия и горожан. «Дагопилсатексом» провело закупку на разработку строительной документации и авторский надзор по проекту строительства новой трамвайной ветки и обновлению трамвайных путей в депо по адресу улице Ятнику, 90. И 20 июля был заключен договор с компаниями БРД Проектс и РМПРО. Общая сумма закупки без учета НДС составила 187 500 евро. Новая трамвайная ветка пройдет по улицам Ятнику и Вайнодес и соединится с кольцом трамвая третьего маршрута в новых стропах. Таким образом, будет создано прямое сообщение между микрорайонами химиков и новые стропы. В рамках строительства трамвайной ветки по улице Вайнодес будут проложены новые пути и построены контактная сеть. Напомним, для реализации этого проекта ДАУГОПЛСУ согласно решению Кабинета министров было выделено 10 миллионов евро. 27 июля на одном из самых сложных перекрестков города будут отключены светофоры. Речь идет о пересечении улиц 18 Новомбре и Вестера. Из-за проведения ремонтных работ в электросети будет остановлена подача электроэнергии и, начиная с 10 часов 20 минут до 16 часов 20 минут, светофоры работать не будут. Водителям, проезжая перекресток улиц 18 Новомбре и Вестера, 27 июля стоит быть особенно внимательными, следовать установленным знаком и нанесенной горизонтальной разметке. Напоминаем, на прошлой неделе на данном перекрестке изменилась схема движения. Теперь правый поворот с улицы 18 Новомбре на улицу Вестера в направлении автостанции осуществляется с двух полос. Латвийская Федерация по футболу приняла решение разрешить участие на матчах зрителей, но их число будет ограничено. В частности, на трибунах смогут присутствовать до тысячи человек, при условии, что будут соблюдены все меры безопасности. Таким образом, болельщики футбола смогут увидеть матч Дагупл-Спартак, который пройдет 22 июля на стадионе Целтникс. Субтитры создавал DimaTorzok